Всем привет! Как оно, мм? А мы сегодня, скажем так, проведем небольшой спич по понятиям, по понятиям, с которыми мы уже интуитивно знакомы. Итак, 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 о чем речь? Как вы знаете, в Джави, в Джави есть четыре так называемых кита, которых вы можете встретить в любой книжке. Это у нас абстракция, 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 что там дальше идет? Сам уже забыл. Абстракция, наследование, инкапсуляция, полеварфизм. Вот эти четыре кита, так называемые. Только, если честно, я вообще не поймаю, почему их так выделяют в этом ОВП, в этой Джави. Если вот мы разберемся, абстракция вообще везде. Вообще везде. И прямо так жирно выделять ее. Немного странно. Или, например, что они там дальше? Полеварфизм. Полеварфизм в любом языке программирования, по сути дела, есть. Вот сколько-нибудь, не знаю, нормально спроектированном есть. Есть, есть, есть. В той или иной форме эта возможность полеварфизма, она присутствует. Дальше. Что они там еще придумали? Инкапсуляция. Инкапсуляция. Они говорят, что инкапсуляция это очень важный, очень важный. Но по большому счету, инкапсуляция относится вообще к программированию как таковому. Причем тут ООП конкретно. Они же ее привязывают. Это очень важно для ООП. Это важно вообще для любого программирования. Наши программы, как мы составляем? Мы написали и все закрыли. И предоставили некий интерфейс. Все. Так. И это все делают. То есть мы пользуемся все черными коробками. Нас не интересует, что там внутри. И наследование. Наследование еще куда не шло. Его хоть как-то можно отнести к ООП, к объектно-ориентированному. Ладно. Ладно, ладно. Хватит. Хватит, хватит. Так вот, помимо вот этих четырех основных китов, еще выделяют, 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 выделяют пять, 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 пять принципов. Их объединяет словом Solid. Их объединяет словом Solid. Первый, значит, у нас Single Responsibility Principle. То есть принцип, как там, ответственности, одиночной ответственности. Принцип единственной ответственности. То есть о чем это? Ваш объект, ваш класс должен заботиться только об одной вещи. Не должно быть такого, что ваш класс умеет все. Нет, нет, нет. Ваш класс должен заниматься только своим конкретным делом. То есть он должен быть максимально специализирован, насколько это возможно. Никаких божественных классов быть не должно. Так, дальше, следующее. Я сразу перескочу к третьему, потому что он об том же, он о том же. Только он относится к интерфейсам. То есть ваши интерфейсы, они должны быть также специализированы. Вы не должны создавать один большой божественный интерфейс на все случаи жизни. Нет, нет, нет. Один интерфейс и конкретно о чем он. То есть там одна функция в идеале. Ну, или пару. Или они должны быть семантические все об одном и том же. Но не 10. Так, теперь вернемся к началу и поговорим о Open... Ну, как поговорим, просто скажем, что это. Open Close Principle. Open Close Principle, это значит у нас о чем? Open это открытый, Close закрытый. То есть ваши, ваши объекты должны быть открыты для расширения. Но, но закрыты для изменения. То есть вот это о чем. Следующий принцип это Liskov Substitution Principle. Но Liskov, это, кстати, фамилия, фамилия, фамилия Барбары Liskov. Барбары, 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 Барбара. А, кстати, по-моему, Барбара, Барбара Лiskov. Она выиграла, по-моему, этот, Тюринг Award. Тюринг Award. Тюринг Лисков, Лисков. Тюринг Award. Во-во! Очень клёвая папа взяла и затащила Тюринка-ворд. Тот, кто не знает, что такое Тюринка-ворд, идёт и гуглит, что такое Тюринка-ворд. А мы продолжим. Так. О чём этот у нас принцип Лисков? Это о том, что ваши объекты могут быть заменены их наследниками. Без изменения свойств. Без изменения поведения программы. Но это благодаря наследованию работает. Никак иначе. Так. И последний принцип – это Dependency Inversion Principle. Это не то, чтобы вы на первый взгляд могли подумать, особенно в разрезе, в разрезе спринга. Этот принцип говорит о следующем. У вас есть абстракция. И когда вы вот говорите об абстракции, абстракция не должна, не должна зависеть от деталей. Какая это же абстракция, если... Вот представьте себе, вам пришлось бы говорить вместо слова «стол», «стол с доской», например. То есть, выносить какие-то детали. Нет, нет, нет. Абстракция должна обходиться без деталей. С другой стороны, детали самодостаточны. Они могут и должны обходиться без абстракции. То есть, ножка от стола, она спокойно живет от стола. Это ножка. Она самодостаточна. Окей. Разобрались. По крайней мере, первое впечатление точно получили. А это, собственно, чем мы вот занимались постоянно. Мы вот отдельно выделяли сервис. Мы отдельно выделяли там контроллеры, репозитории. И пока репозитории у нас были маленькие, сервисы у нас были маленькими. Да, мы делали простые программы, но мы бы их и так бы не раздували. То есть, мы постоянно вот разделяли. То есть, интуитивно, скажем так, мы следовали этим принципам постоянно. Так, следующее, о чем бы я хотел поговорить, это dependency injection. Dependency injection. Dependency injection. Dependency injection. Так, что тут у нас? Процесс предоставления внешней зависимости программному компоненту. Но этим мы вообще постоянно занимались. Когда писали наши простые программки. То есть, вот, к примеру, да, вот мы писали аутентификацию, например. Вот, мы просим, мы просим зависимости. Мы постоянно занимались ничем иным, как вот этим загадочным словом. Мы постоянно просили зависимости. И контейнер нам их поставлял. Так вот, а Spring, да, вот чтобы, и не только Spring, чтобы организовать, чтобы организовывать программы таким образом, то есть, следовать вот этому паттерну, dependency injection, нам нужен, нам нужен какой-то IOC, IOC контейнер. IOC контейнер, я вот уже смотрел, IOC контейнер. То есть, Spring отнюдь не единственный. Есть множество реализаций. Они, конечно, не так популярны, как Spring. Spring в Java просто заполонил собой всё. Но есть и другие IOC контейнеры, которые также предлагают услуги в виде dependency injection. То есть, IOC контейнера, вы можете у IOC контейнера попросить зависимость руками, как мы это делали, делали на первых занятиях. Либо, либо, что обычно мы делаем, мы просто говорим, так, слышь, контейнер, везде должна быть зависимость. Ясно? Вот как-то вот так вот мы это... Так что, если вы где-то слышите IOC, 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 IOC контейнер, то есть, Inversion of Controllers, Inversion of Controlled Containers, то есть, вы должны сразу в своей голове нарисовать так. Там есть какой-то механизм по внедрению зависимости. И он работать должен в две стороны. И в основном там работают с dependency injection, то есть, с внедрением зависимость, то есть, контейнер внедряет, а не вы у него просите. Вот такие, вот такие вещи я хотел бы сегодня проговорить с вами. То есть, мы этим занимались постоянно, но сегодня мы их проговорили. И, по идее, ну, скажем так, они для вас, для вас должны быть уже, ну, сверхочевидными. Окей? Изучайте Spring. See you next time!